Продолжение следует... 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 Эх тыж, вот это было обидно сейчас, вот это было сейчас обидно... Продолжение следует... 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 Ну, скажем так, я понимаю, как его проходить Ну, то есть, именно Страту, да, то есть, ну, я реально Понимаю, какие нужно делать движения, да Какой нужен тайминг Но это не значит, что я его стабильно делаю А, спасибо Сейчас Что-то я завафлил настройку стрима Второй экран, ой, второй санспайк Ред апдейт Как, нормально А ты не стал что-то проверять Что будет, если сразу вниз пойти На четвертом экране Ой, ну, в смысле, на втором уровне Блин, ты понял Какой второй экран Четвертый экран второго уровня Что-то сейчас пытаюсь вспомнить Первые два экрана Там за тобой такие Эти Мерцающие кругляшки ездят А, а потом Этот Там и такая Птица нарисована На логотипе игры Два экрана без сейва Да, точно Там название такое Фиг запомнишь Ой-ой-ой Как это произошло Не, четвертый экран Это в четвертом Мире, да Ну, а какой максимальный Прогресс тебе на этом экране Ты триггер Уже Триггерил? Там, в принципе, самое сложное Это падение Я так понимаю Ну, да Белый экран Где-то Без сейва Триггерил? 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 Субтитры сделал DimaTorzok Блин, ну как так-то? А, не выпрыгивал. Ну, неплохо всё равно, неплохо. Не умреть на последнем прыжке? Ну, такое. Не знаю, вряд ли не умрёшь, честно говоря. Как возник интерес к таким играм? Ну, как бы, вообще в целом платформер, ну просто, да, жанр мне с детства нравится. Потом мне скинули игру Айвана без эпош. Я тогда не знал вообще, что это за игра. То есть, я об игре узнал именно играя в неё раньше, чем увидел где-то на стримах, там, или где-то, да. То есть, мне скинули, сказали, вот прикольный платформер, грубо говоря. Ну вот, ну, я поиграл, ну и чё-то... Потом узнал, что есть другие Айваны. Решил попробовать, там, Айваны без Эгай. Ну и пошло. До конца? Нет. Так, если бы я добежал до конца, логично, что я был бы уже на следующем уровне. Я до М прыжка допикал. И дальше я не знаю что. На последнем прыжке в РЗ это который такой, ну, типа, как корнер, только шиб в другую сторону, да? Ну, это неприятный прыжок очень. Ну, на стримах, да, ну, в принципе, приоритетом. Хотя, вот, когда я Винкс оф Вида пройду, то там будут по воскресеньям другие не Айваны. Не помню чё-то этот сервер, ну, не важно. Не наизусть я ещё знаю, в которой я... ... ... ... ... ... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну лол, ну блин, замешкался уже в конце, ну пипец Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Сейчас перед стримом заходил на стрим к Декстеру Добавил DimaTorzok 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 Ну, мне кажется, это вообще нехорошо Так делать Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Блин, ну такой дурацкий прыжок И нет, та острота, которую мне рисовали Она вообще не easy, она не легче, чем моя То же самое практически Только с той разницей, что еще переучиваться надо Привет, InsomniFire, какой же классный пост, и про какого Привет, Medici Да, клавиатуру я купил, да Ну, неудобно сейчас поднимать, но... Да Был целый стрим, где я ее распаковывал, там Подключал, тестировал Офигенная просто ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый раз сидит на сербе, той же чем ты, лов-лов Ну да, типа того Привет, Серж Механика Микрофон говно Клавиатура хорошая Ну вот я, как видите, вот можно подытожить по поводу микрофона Ну, я и расскажу, как было дело У меня раньше была гарнитура Philips Такая большая, ну, с микрофоном, да Потом мне подарили наушники Не гарнитуру, а наушники Вот эти BRDynamic T50 Они намного, намного просто, ну, на порядок, да Лучше по звуку, чем те Philips Ну, реально крутые наушники Но микрофона у них нет Я стал использовать вначале микрофон от веб-камеры Но, так как веб-камера стоит далеко То Когда я молчал Она начинала автоматически усиливать звук И получался, как будто там, знаете, самолет взлетает Вот Ну, короче, не очень круто Плюс она захватывала все-все побочные шумы Вокруг То, что в квартире происходит И тогда я заказал Ну, так как я знал, что Если я куплю обычный микрофон Дешевый Ну, знаете, там, такие Типа там, да, за 200 рублей там продаю Всякие джениусы, да То его не будет слышно вообще Опять придется вырубать огромное усиление И будет такой шум Вообще, ну просто кошмар, да И будет очень плохо Все Вот Я решил заказать USB микрофон То есть микрофон, у которого встроенная Маленькая звуковая карта, да Вот Но, так как я не располагал бюджетом Большим Я заказал из Китая No Name USB микрофон За 500 рублей В надежде, что Его звук спасет то, что он Как бы USB-шный И поэтому не придется усиление врубать Действительно, по громкости нормально По громкости нормально И в начале звук был даже, в принципе, хороший Правда, у него ветрозащиты вообще нету Но это такое Но зато Вот со временем оказалось то, что он начал гудеть По какой-то причине Слышите же, да, сейчас Он гудит То есть вот я сейчас выключу микрофон И почувствуйте разницу Включил Да, ну вот К сожалению Все-таки Китай подвел Механику на автомат Привет, Артемон Я не знаю, инсомни Никак не вопрос Не почувствовал Масс эффект Безумно Фанат, короче, я тоже этой игры Вообще Она мне безумно нравится Особенно вот сюжет В первую очередь Сюжет И постановка Кинематографическая Музыка Просто шикарней Одна из шикарнейших серий игр Которую я вообще Знаю Просто Очень-очень нравится Но правда мне Ну так себе Не очень нравится геймплей Ну типа Он неплохой, да Но Не скажу, что прямо Я наслаждаюсь геймплеем Но вот сюжет Сюжет Это да Я вообще Очень люблю Научную фантастику Люблю космос И люблю Что-то эпичное А тут Такой глубокий Проработанный сюжет Который в себе Все это сочетает Это просто Офигенно Привет, Михаил Ну короче Масс эффект Как кино Вообще Затащил Я бы Экранизацию бы Блин С удовольствием Поглянул Ну и Андромеду Разумеется Я Если буду Средства В день релиза Куплю Буду проходить РНД С моей С моей Звуковой Карты Не будет Потому что У меня Звуковая Карта Встроенная Реалтек АЛС По-моему 892 Или 889 Не помню И У нее Есть Значит Сзади Распаянные Разъемы Ну Обычно Как обычно 6 штук И Плюс На материнке Есть Внутренний Разъем Для Переднего Порта Наушники И микрофон Так вот Если я Втыкаю Обычный 3.5 Миллиметровый Микрофон Ну Дешевый В задний Порт Он Очень Тихо Записывает Даже На 100% Гром Уровне Записи Если Включить Усиление Плюс 20 ДБ То Да Голос Слышно Но С Огромным Шумом Ну Просто Вообще Очень Огромным Если Воткнуть Микрофон В передний Разъем То По уровню Записи Он Хорош Ну Реально Все Нормально Слышно Только Идет Ну Вот Гудение Есть Поэтому Мне Вот Сейчас Я Собираю На Внешнюю Звуковую Карту Которая По идее Должна Избавиться От Гудения И Все С Уровнем Записи Будет Хорошо И Даже Самый Дешевенький Дешевенький Микрофон Там За Минимальную Цену В принципе Будет Нормально Ну Для стрима Типа Но Нормально Будет Звучать Да Не Я По выходным Арзет Камирию Не Стримлю Привет Типа а если бы я реально все выходные проходил бы это и не прошел тогда не привет не скилловые ехали ну конечно любительское это хорошо даже не абсолютно да серьезно хорошо но ты же понимаешь что это не то же самое что многомиллионный полнометражка тем более почему по второй части я бы наоборот бы лучше с первой хотя мне все все три части очень нравится конечно ну все знают да про концовку третьей части сколько об этом было холиваров сколько всего но естественно есть недостаток но все равно как бы всю игру всю серию это говном не делают да то есть все равно мне безумно нравится тем более когда вышла extended концовка то вообще в принципе нормально плюс я так надеюсь что все таки в андромеде хоть где-нибудь каких-нибудь знаете там записях каких-то да где можно что-нибудь почитать и так далее то мы как-нибудь узнаем что же происходило после событий третьей части наверняка посмотрел заковуху вот не знаю блин тут есть же пауза на это вроде я просто не могу читать и ну вы понимаете я уже говорил то есть если я клавиатуру выбрал без без компромиссную да очень дорогую хотя можно было взять дешевле и она бы все равно было бы ну нормально для айван хороший да тоже механику но я решил брать клавиатуру бескомпромиссную такую же как у топовых айванеров там да это вот рейзер блэквидо но я взял ее и не прогатал да она офигенная звуковуху я решил уже так не буду жадничать и да и мажорничать звуковуху какую-нибудь попроще сильно не знаю может креатив какой-нибудь или асос этот ксанар ну типа там ну не больше я думаю чем 1000 за 4 за 5 ну что там быть такое то есть просто чтобы у меня был звук ну просто вот чтобы был звук с микрофона ну который не будет гудеть и будет по ну по громкости нормально и все то есть в принципе мне не нужно прям какой-то шик там студийное качество да в принципе если у вас есть если у вас есть конкретное предложение какую именно звуковуху взять по вот этим критериям которые я сказал в общем то ну да то как бы я слушаю ваше предложение ваш личный опыт может быть очень не то что слушаю даже я прошу высказать их если у вас есть личный опыт использование не очень дорогих звуковых аудио карты внешних ух ты как я встал то близко к шипе пиловал блин ну что ж такое то ну такой дурацкий момент вот 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 Да ну... Мэдичи, ну готовься. Я стики кейс прошёл по-моему за... За сорок минут я вроде бы прошёл. А, ну написано же вон в бегущей строке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я думаю, что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит он будет кодироваться То есть Считайте склеить мне вот это Все равно что пересмотреть стрим целиком Ну конечно же я ни сижу не смотрю Занимаюсь своими делами Но вы понимаете что например стримить В этот момент я не могу Потому что у меня будет тормозить То есть я ставлю там на ночь Либо после стрима Ну вот Но блин Такими темпами я Нифига Не успею Я то есть никак не могу выложить все воды Потому что они склеиваются долго А как я выложу все воды Ну до До как бы До свежего То я поставлю плеер ютуба Как я уже говорил Но блин никак не могу догнать Надо перестать стримить И выложить воды Но блин К2 челлендж то идет С чем это связано? Даже не знаю Семья Ну, я не знаю, я с этим, наверное, ничего не могу сделать. Может так, перезагрузка сцены, по-моему. Я просто не знаю, что именно в игре, мне вроде все нормально. А, как вебка? Раз, два, три. Нормально? Привет, Пророк. Ну, смотрите, сейчас я рестартану. Можете по удару кнопки услышать. Чё, реально отставай мне, да? Блин. О, ну, я реально не хочу перезагружать. Ну, реально не хочу перезагружать. Такое это не очень. Надо, блин, завести привычку, короче, всегда. Перед тем, как начать стрим, берешь и перезагружаешь компьютер. Ну, вот серьезно. Перед тем, как начать стрим, перезагрузи компьютер. Просто же. Это, по-моему, происходит... По-моему, это происходит... После того, как я кодирую видео в Sony Vegas. И после этого надо перезагружать комп, короче. Да? Продолжение следует... Продолжение следует... Ну это короче что-то с видеодрайвером Кривой нахрен видеодрайвер АМД АМД всегда делала кривые драйвера Скорее всего видеодрайвер Ну а что это еще может быть Что-то как не он Это вегасина, я же говорю воду склеиваю Я понимаю что можно Через какой нибудь Мови мейкер это делать Но просто я раньше Раньше я всегда Склеивал там видео Или какие то другие видео делал Монтировал В бесплатном макрософтовском Мови мейкере Ну или киностудия в русской версии И в принципе было нормально А потом когда я попробовал Сделать тяжеловесный проект Ну прям реально тяжелый Большой проект С кучей всего Этот мови мейкер Начал трещать по швам Просто колоссально Он просто не может Он не выдерживает большие проекты В итоге я научился пользоваться Сони вегасом Ну да Разумеется он пиратский Да Потому что Ну вы понимаете Что Скупить сони вегас Это Ну это удаляет Как бы Вот И как бы Ну и решил Раз уж я им научился Пользоваться То почему Почему бы И не продолжить Как бы Да ладно Ну Вводы Видео Видео Он демант Ввод Так привыкли Почему-то сокращается Локальные записи Ну На ютубе Понимаешь Очень неудобно То есть Мне нужно Мне нужно Залить Видео Каждый кусок На ютуб Да В приватном режиме Дальше Нужно чтобы Ютуб эти видео Не заблокировал Никак вообще Да То есть Ну не было никаких Нарушений Авторских прав После этого В ютубовском Этом Редакторе Их Скомпоновать Дождаться пока Не обработаются Все Обязательно До 100% Да Потом создать Эту фигню И ее Пустить в обработку И она Поверь будет Очень долго Обрабатываться Может даже Больше суток Вот И как бы Ну такое То есть Да Можно Но Ну Мэдичи Давай Поздравляю Ну давай Второй уровень В принципе Сам по платформингу Вообще Тоже несложный Хотя там Есть Ясан Но В принципе Для новичка Будет Такое Ну В целом Терпимо Оно не напряжено Но оно неудобно Именно по времени Оно именно по времени Неудобно Я же еще Вода хочу По порядку Выкладывать Все То есть По сути Я по выигрышу По времени Не получу Особо Здорово Тойруч Да я тоже Склеивал Но Короче Надо просто Мне это кодировать Все Выложить Потом Я буду стримить На ютуб И соответственно Стрим Который был На ютуб Он уже Сохраняется Как ввод На ютубе И все Я решил проблему С нахрен Выкладыванием Вода На ютуб Больше Не придется Заниматься Как оно Хорошо Нормально Давно Давно так делаю В смысле Как А Ну я понял Да Ютуб Да Но ты В несколько Потоков Пускаешь Тор Я не могу В несколько Потоков Че-то Мне не хватает Ресурсов Ну вот В итоге Я Через Restream.io Буду делать Это не честно Ну Твой Ну что за Тупость Начинается Ну серьезно А Ты через ГГ Не Я не хочу Через ГГ На ГГ Постоянно Рестримы Падают Все С ГГ Покончено Вот Только я Выкладываю Воды С ГГ Покончено Все Ну именно С плеером ГГ Твич Плеер На Гудгейме У меня останется Но я Наверное Ну не знаю Посмотрим Но с плеером ГГ Будет Покончено По крайней мере Вот То изменение Ситуации Но я думаю Что она Скорее всего Не изменится Хотя в принципе На рестрим И о Я могу Пустить Рестримы На плеер ГГ Ну короче Вряд ли ГГ Покончено Но не с сайтом А именно С плеером Он рестрим Роняет Постоянно Я не знаю Может у тебя Не роняет Но Но у некоторых Людей роняет У меня в том числе Не всегда Бывает Не знаю Полмесяца Стабильно А бывает Там целую неделю Какой-то ерундой Страдает Но даже Этой неделе Или там Даже один день Да Мне одного раза Достаточно Чтобы уже Не доверять Ну я подумаю Ну я подумаю Но флв Ужасен Но флв Как формат Для монтажа Видео Вообще Он не предназначен Для этого То есть Поэтому В флв Я точно Не буду писать Флв Это Вообще Формат Для совершенно Другого Он для этого Не предназначен Ну Кому же Он вообще Уже устаревший Очень сильно Устаревший Расскажешь Да Тор Есть такой сайт Restream.io Он бесплатный Насколько я видел Да Ты на нем Регаешься Он тебе дает StreamKey Ну там Логин Как там Атрис сервер И StreamKey И ты На него Постримишь То есть В ОБСе Ты прописываешь Его А там В аккаунте В своем На этом Рестрим Прописываешь Ключи К сервисам На которые Ты хочешь Делать Рестрим На Twitch На Goodgame На Кибергейм На YouTube На Ustream На Hitbox На все Что угодно Там По-моему Все сервисы Есть Вот И Он Рестримит На все Что ты Пожелаешь Я не знаю Задержка Вряд ли Задержка Не должна Влиять Это же Не то же Самое Это Как бы То есть Рестрим сервис Обычно Не добавляют Задержки Ну там Одна Может Две секунды И то Это много Да Рестрим сервиса Необычно Не добавляют Задержки Ну посмотри Вот У меня Стрим Идет На Goodgame Рестрим На Twitch И с Twitch Все равно Задержка Сколько там 14 секунд Да Как и напрямую Если я на Twitch Буду Такая же Будет Задержка Goodgame Не увеличивает Задержку Рестрима Ну вот Сейчас я не вижу Что-то написал Подключается Отключается Ну в настройках Профиля На этом сайте Единственное Что меня Как бы Немного смущает Я не понимаю Как бы На каких основах Сайт работает Ну Вы же понимаете Ну как бы Абсолютно Бесплатно Ничего не бывает Да То есть Как бы За счет чего Они держатся Непонятно Кто Кто финансирует Как Потому что По-моему Там рекламы Особо нету А даже если Она там есть То Как она Не особо Не будет Приносить прибыли Ведь ты же Не заходишь Постоянно На этот сайт Ты один раз Настроил И все И не заходишь На него То есть За счет чего Они держатся Не очень понятно Но это Молодой проект Он как бы По сути Еще даже Вроде бы В стадии бета Находится Но работает Вот Тор Я об этом И говорю Реже Это соединяет МП4 Серьезно Ой-ой-ой Чуть не забанил Да лол Ну дай мне скопировать Текст Блин А где скопировать Ctrl-C Надеюсь Сработает Я гляну Я гляну R&D Спасибо Если это реально так То это офигенно Конечно Вот я тоже Тор Я тоже Я тоже Я же говорю По-моему Это невозможно Но я не знаю Конечно Но вряд ли Он врет Человек На твиче Но Пик знает Попробую Ну ладно Понятно Ну посмотрим И сколько Она стоит Интересно Блин Ну Может быть Может быть Может быть Но я же говорю Я проверю Я лично проверю На большом воде Который Не может Очень быстро Перекодироваться У меня как раз Встал очереди Там вод Там В 2 часа Плюс час Легко Как бы Проверяется А Ну давай Попробую Затренил Этот момент Можно сказать В рублях Ну короче Это не просто Кейт И к тому же С этой клавиаторией У меня Кейты стали Не очень стабильными Затер quem rijui Есть Рани overtime Читаем Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, мне кажется, если честно, что я уже не укладываюсь в 100-дневный челлендж. Сегодня 29 февраля. Конечно, посмотрим, как последний пост пойдет. Может, там на рандоме это что-то, но... Такое... Надо еще дойти до последнего босса. Что-то вот пока даже не доходится. Нельзя в отпуск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормальные стримы, пророк. Ну, 40 стримов, 106 часов. Среднее время стрима больше двух часов. Я и планировал 2-3 часа стримить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но зато часто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, именно так я и планировал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, ты не будешь спойерить РНТ? Вообще-то спойлеры запущены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну говорить то что будет дальше это спойлер Я же не видел что там дальше я только последнего босса видел из того что будет дальше Субтитры сделал DimaTorzok Ну для меня все спойлер для меня все спойлер Я чувствителен к спойлерам Ты недавно смотришь мои стримы не в курсе еще Просто запомни любая даже самая крошечная информация о том что будет дальше там Хоть название уровня хоть сколько там уровней или там Ну вообще да любая это уже как бы спойлер для меня Ну именно то есть есть игры где мне в принципе все равно Но это как бы довольно редко Либо игры где я уже знаю например там не знаю Camille 3 там О! Умер Ну вот здесь не надо ничего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все Вот теперь я не собран Теперь я что-то все перестал играть Перестал тащить Ну сейчас может пройдет Блин бесит меня эта картинка честно Вот эта Вот эта да Просто убрать ее Она отвлекает меня жесть как сильно Она ебелая блин Нашел че кин их серьезно Это HN2 нет ДИНАМИЧЕСКАЯ Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧЕСКАЯ Субтитры сделал DimaTorzok Ну я же не запанил Я только удалил одно сообщение Причем тут банил Просто убрал картинку Да не надо DimaTorzok Удачи, я сам поставлю сегодня Удачи, я сам поставлю сегодня ДИНАМИЧЕСКАЯ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чипсопринкл Чипсопринкл Без понятия о чем-то рнд Привет шупуп Еще раз Доходил два раза до м прыжка И оба раза тупо вошел в него и все Ну прям вот не прыгнул обошел первый шиф никогда не понимал ММО по крайней мере ММОРПГ да я знаю что это такое вон такая бестолковая игра просто кошмар ну как бы никого не хочу там обидеть или задеть чьи то чувства но у меня отношения так себе ой ой привет Гэнстолли ой 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 то ты проходишь довольно быстро любую айвана. Додать ведь не надо. Ну вообще есть айвана с донатом, ну вот как бы одноразовый донат и донат тебе дает годмод. Да, но этот сюжет же он не заканчивается, он просто есть, но он же не заканчивается, нету развязки и окончания сюжета. Хей, AR, I'm fine. Хей, Hardly Call. Причем спинрайнеры когда-то проходят не бегут вперед без каких-то прыгок по памяти, но они же не роботы, это же субсервер ТАС, наверное, так и будет делать, скорее всего. Хотя это довольно сложно будет записать. Путыл. Путыл. Сорим. Путыл. Путыл. Не знал об этом фастфапе Это когда от пришедших товарищей говорю Да я не, ну, не прям как бы гоню, ну да, гоню, но, как бы, ну, если нравится кому-то, пускай, как бы, но, я не сторонник Я уже эту тему поднимал на стриме Ну, как-то довольно капитально прям мы обсуждали, все по полочкам разложили Как бы, сейчас уже по второму разу не хочется особо повторяться Нет, TAS это Tool Assistant прохождения, ну, да То есть, это может быть что угодно, да, но в I1 обычно, хотя, я повторюсь, это не обязательно именно это Но обычно в I1 это значит, что игру прошли с помощью утилиты Hourglass Которая позволяет делать сейв стейты в любом месте и проходить игру с замедлением Плюс манипулировать рандомом И, причем, ну, то есть, ты ее проходишь с замедлением, да Она все это записывает И потом ты на обычной скорости уже это все воспроизводишь И у тебя, получается, игра воспроизводится полностью на нормальной скорости, да С нужным тебе рандомом То есть, уже нет никакого рандома, как бы, уже записаны все комбинации, какие должны быть И ты просто сидишь это на видео, перезаписываешь и все, как бы И у тебя, получается, супер прохождение Привет, сейдер Но, повторюсь, это не обязательно Это, то есть, не только это TAS называется TAS может быть все что угодно Начиная от турбокнопки И заканчивая, там, вот, чем угодно Ну, серьезно, любые На TAS вообще ничего не запрещено Вообще ничего не запрещено на TAS Любые дебаггеры, что угодно Любые читы, там, ничего не запрещено на TAS Это потому, что это TAS ТА-ть ГОВОРИТ НА ТЕЛЕСКОНОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ТЕЛЕЦКОМ Продолжение следует... 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 вот и который бы можно было именно пройти как бы именно в режиме ммо пройти да то есть много людей именно играет желательно в том числе за врагов тоже они только за союзников вот его именно можно пройти да но типа толпой то да вот так вот у меня наверно заинтересовало бы я прошел по-моему этот самый star wars the old republic что-то в этом роде и я подумал бы пройти но потом когда-то и как раз тематика меня интересует да да игрок должен вот мне еще всегда интересовало неважно и бомони вообще любая жанра игра да чтобы происходили какие-то эпичные события но игрок не был бы прям решающей личностью может быть спин-офф какой-нибудь игре скорее всего это должен быть спин-офф иначе как-то это глупо да будет например вот мы сейчас уже обсуждали сегодня чуть-чуть mass effect довольно интересно было бы поиграть в какую-нибудь игру которая происходила бы скажем во времена допустим mass effect 3 но при этом мы бы играли бы за какого-то персонажа который смотрел бы на это все как бы со стороны у него какие-то свои там события происходили которые глобально ни на что не повлияли может быть там на одну какую планету бы повлияли там на максимум да желательно какого-нибудь рядового бойца или даже не бойца какого-нибудь обычный человек ну неважно кураса там да ну то есть довольно интересно то есть как как бы это выглядело со стороны мы всегда это видим как бы от первого лица то есть там я надеюсь ни у кого там особо спойлеров нет да по mass effect но если есть закройте уши на 20 секунд говорю ну то есть типа там в конце да мы все это видим как это внутри цитадели происходит да принимаем решение такое-то а интересно как это вот со стороны да они просто сидели надеюсь что там шепард затащит все да вот рядового хаска как бы тоже мне кажется это интересно а ничего пророк а потом ничего ночи хочешь ну типа ну не знаю как обычно открытыми ну как бы мне не интересует вот именно в том-то и прикол что не бесконечная игра игра должна быть не бесконечная она должна быть мимо но она должна быть конечная того как-то утопично звучит но вот я же сказал что ну вряд ли такое прям будет ну может быть что-то где-то там придумать как бы да ну вот именно в том-то и дело что а потом ничего сюжет заканчивается ну и все принципе не ну хотя как но опять же вы тоже пример приводили вот в gta да тоже сюжет заканчивается а потом у тебя есть принципе открытый мир как бы это принципе можно повеселиться еще без без задания да не с подписка не старварь с подпиской понятно это не вопрос ну и пророк я же говорю должна быть игра сама платно изначально то есть ее можно запустить только заплатив ну в стиме там где-нибудь как обычно да вот поэтому для разрабов это будет выгодно почему ну те же полно игр которые ты покупаешь проходишь дай больше ты никогда их не запускаешь и что не выгодно это разработчикам что-ли что за чушь продаются игры нормально ну контриггер это другое уже привет без клауд но монета далеко гонтриггер ходить не надо у меня он сестра в перфект ворлд играет уже хоть за сколько лет лет восемь что ли так что в принципе не знаю вроде бы далеко не лучшая ммо да но на эту тему то спросите есть у кого по поводу там ролевой составляющей и к тому же ммо это не только ммо рпг да давайте сразу ммо это не только ммо рпг есть ммо фпс там еще там какие-то поджанры то есть ммо это просто массовая многопользовательская онлайн игра это абсолютно не обязательно должно быть рпг пророк это ты говоришь по крише это как сейчас это устроено но это не обязательно что это обязательно так должно быть да сейчас это все так устроено но это же не знаю нет такого закона да что вот ммо должно выходить именно вот так я понимаю что очень редко разработчики уходят от того чего привыкли да но так я же говорю что в принципе чего хотелось бы так а 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 Есть вообще GTA Online, да, это же по сути, ну, можно сказать, что это ММО, да, мне так кажется Потому что, в принципе, это же не матчевая игра Значит, в принципе, ММО Правда, там не миллион человек на сервере, а там по всего, по-моему, до 64 Или типа того Но, тем не менее, как бы, это все-таки по концепции на ММО смахивает Она очень классно сделана, кстати ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 О, ну все, задросся. Видишь, да, началось ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, Пророк, как бы, и что, да, все игры через пару лет, у них уже сетевые возможности, все, как бы, так и есть, ну, а что ты хотел? Я же тебе говорю просто, отпусти уже эту концепцию ММО, которая сейчас, я тебе говорю про сюжетную игру, в принципе, да, только где много игроков, очень, все, это не то ММО, которое тебе в голове засело, что там обязательно должны быть обновления, это тебе обязательно должно быть 10 лет поддержки игры, там, так далее, нет, другая совершенно концепция. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну, так, ты поиграй в нее, когда она еще популярна. Ну, так, Сейчас большинство игр однодневки Сейчас большинство игр однодневки Потому что их выходит слишком много Даже хорошие игры, они все равно не задерживаются надолго Да все, я не могу это блин, что такое Ну значит ты не купишь пророк, если такое выйдет Но вероятнее, что такое просто не выйдет И я буду по прежнему не любить ММО Вот это все Что это делается в том, чтобы я не буду Я буду в этом, чтобы я не куплю Встать все-таки, если вы не хотите Встать все-таки скручь Уберется на фоне Встать все-таки Надо, блин, заставлять себя подольше сидеть Почему прошло час пятьдесят шесть, а мне уже хочется заканчивать Нет, надо подольше посидеть Что-то я, мне кажется, раньше более усидчивый был А сейчас хочется прогресса, прогресса, прогресса Поехали И спидранить тигру хочется Не знаю, что-то я прям на спидраны подсел жестко довольно Надо еще больше на изи за спидранить Там категорию уже открыли Поехали Я забыл Поехали Кто-то мне пророчил, что я на четыре с половиной часа пройду это место А семь часов не хотите и еще не прошел Гейнстори, по-моему, это был Не верьте в прогнозы гейнстори Гейнстори, по-моему, это был Пророк вообще говорил, что за десять минут трейдов Но пророку верить нельзя, это все знают Он специально назвался пророком То есть специально, чтобы запутать Блин Биг Кит Чейз 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 Да ну хорош, ну я вообще не могу это пройти, ну пипец Нет, тебе кажется, Кимош, тебе кажется, я это говорю, тебе кажется Я стараюсь, если бы я не старался, я бы так далеко не доходил Думаю, же эти прыжки на автомате все проходятся? Нет Надо постоянно думать о высоте прыжка, о моменте, когда прыгнуть Ну кроме там самых легких моментов Ну здесь вот это на автомате вообще ни разу не проходится Ну вот это вот, да, это просто Вот это просто Вот это тоже, в принципе Хотя тут можно забыться, вот это не сделано Диагональки нифига не на автомате Вот тут тоже надо вот обязательно правильно прыгнуть, а то я упрусь Тут простое место Ну короче нет, ты не прав Вер summarize Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне нужно его без остановки прыгнуть... То есть тупо с разбега... Это неприятно... Ну блин... Хоть разок... М прыжок... Чтобы пройти все это... Продолжение следует... Продолжение следует... Заблокировать... Ну блин... Вообще-то это... Вообще-то это спойлер... Ну ты меня знаешь-то изморалишься... Я думал, что... М прыжок это... Это самое сложное... Честно... Я думал, что... Сложнее чем упрыжок там уже не будет... Значит там еще какая-то... Там либо даймонд в конце значит... Либо... Корнер... Ах... Ах... Или еще какая-нибудь жанра... Или еще какая-нибудь жанра... Сожгутка... Так... Ах... Ну... odus... Ни... Ни... Ну... Ни... Ну... Ни... И сколько раз я говорил, что я не видел, я не видел Ты уже когда сказал про Мстейдж, я уже даже тебе лично говорил Я не видел, что там дальше будет Ну никогда я не видел Ну блин, я же даже тебе лично это говорил Когда ты заспойлерил про Мстейдж Ну что за фигня ты, ну серьезно Мстейдж Декстер за хост Всем привет с канала Декстера Че, прошел РЗ, да? Прошел, да? Смотри, 55 тысяч смертей А, это всего, да? Ништяк Прошел РЗ, или я не понимаю по этому сообщению Или ты просто хочешь убить руки-то? Спасибо за рейд А, 55 тысяч смертей Ой, живи, Декстер, просто живи Прими успокоительно, я не знаю Ну это лол, это стрёмно вообще То есть даже одного сейва, да? Не взял Двенадцать, четырнадцать раз на последнем прыжке Охренеть Охренеть, Декстер Я даже не знаю Почему Там хотя тяжело идет Ну по-моему там не должно Так тяжело идти Об сервер, сколько? Ты че, тоже 5000 смертей нафармил На первом сейве Резет экрана Мне кажется просто ты, это, Декстер Слишком нервничаешь Из-за стресса у тебя плохо получается Мне почему-то так кажется Нужно же сосредоточиться И внимательно Ну как бы, ну Сконцентрироваться Первый заспидранил Ну серьезно Ну че-то прям очень жестко Вообще прям Я не говорю, что я это там Легко или быстро пройду Нет Но просто как-то Ну блин, я не знаю Все плохо, короче Ну спокойно я тоже Ну пройдешь Пройдешь Субтитры сделал DimaTorzok А я вот два раза до М прыжка доходил И оба раза просто В него въехал Просто так вот М прыжок, да Я такой хоп-хоп-хоп Смерть все Вот так два раза ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что-то я слишком упал Я не понял, что произошло Не понял Восемь попаданий За девяносто Чего-то О чем я не понял Но я понял, что Про платформу колонила А что восемь попаданий За девяносто За тридцать точно А, в смысле За девяносто Подъемов В этой платформочке Что-ли Только восемь раз Попал Или что ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За одну жизнь То есть он 90 минут Не умирал На платформочке Ну, что-то Это какая-то Сверх аккуратность Прям Он просто умер Из-за того, что Слишком долго там был Ну, нельзя так Концентрация же Не может столько Держаться Не знаю Я точно так Не стал бы делать Да, конечно Там надо Аккуратничать Даже очень, да Но все равно Ну, не больше Там 15 минут Концентрация Штука не вечная Как бы Лол Я уверен Он убит Просто из-за того, что Устал Тупо устал Ну, даже 30 это много Даже 30 это много Не, без турбокнопки Там больше Там не 2-3 Без турбокнопки Там больше Тупо устал Тупо устал Ну, пророк Нашел с кем сравнить Я имею ввиду Таз вообще за один подъем Таз за один подъем Ну ладно, он даст трубокнопкой Но речь не об этом Так, эта трубокнопка в камере Она бесполезна, да, по спаму Я про человеческие возможности Особенно при первом прохождении С учетом волнения И с учетом осторожности Вот как бы вот и все Поэтому ты не будешь Спамить, как на спидране Когда первый раз проходишь Лишь бы там за три подъема Застрелить его Нет, ты будешь аккуратно Что-то не по паре пулек Лишь бы концентрацию не терять Из-за стрельбы А, просто трубокнопка Тебе позволяет Не терять концентрацию Из-за стрельбы Так как ты вообще Ну, тупо зажал кнопку и забыл Болт положил на кнопку Ну, решаем быть еще тяжелым Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень мешает Очень мешает Не, я буду полковника Ну, если буду проходить Я буду без турбокнопки Ну, потому что у меня ее не будет просто Нафиг Секретки в камиле 3 Это для тех, кому игра кажется слишком изи То есть Проходить там полковника Или последнего босса Или еще каких-то боссов Без секреток Это Меньшее Усложнение, чем Взять эти секретки То есть на взятие секреток Уйдет больше нервов и времени Чем на то, чтобы пройти всех боссов Без секреток Привет, Лэк Джек Да никак особо Зачем? Не надо, их очень сложно секретки брать Про секретки очень сложно брать А я говорю, а без секреток Пройти не так сложно Ну то есть Степень усложнения С секретками Ты больше себе усложнишь жизнь Чем Тем, что ты их возьмешь И типа Плевчишь там боссов немногих Не, ну Текстер Если ты как бы хочешь именно на сто процентов То как бы понятно Но это же как бы упоротая цель Да? Ну Нормальный человек Как бы не возьмется Без секретки Пройти К3 на сто процентов Вот Поэтому То есть Именно ради облегчения Секретки Вообще не стоит того Потому что Их взять Слишком сурово Тебе как бы здоровье не жалко Поэтому Ты на сто процентов Решил пройти Секретки Да порог Ты вообще слышал Что я говорю Я же говорю Секретки Не бесполезны Они облегчают Чуть-чуть А Но как бы То есть Если сравнить Прохождение Всех боссов Камили Без секреток И с секретками Да И как бы Сравнить Насколько стало тяжелее Без секреток Прохоить боссов И сравнить Насколько Сложнее пройти Уровни Прав Взяв секретки То Вот это вот Пройти уровни Взяв секретки Намного Усложняется По сравнению Пройти боссов Без секреток То есть Лучше Не брать секретки Так проще Будет игру проходить 10 часов Нет Не 10 Больше Можешь потратить Тем более 10 Это тоже много Дало За 10 часов Ты почти Любого босса Брежь камили Третий Ну Ладно За 20 Кроме Там Нескольких Кроме Нескольких Боссов То есть Можешь В принципе Большинство Боссов За 10 часов Пройти Ну С видео Там Понятно Да 200 или 300 Ты не Ты че Какой 200 Смеешься Что ж Ты Ты Переоцениваешь Ни одного Босса Там Ты не Будешь Убивать 200 Или 300 Часов Ну По крайней Мере С хорошей Кавиатурой Спасибо За подписку Оррр Сэнки Фор Фолу Эй Фрэнки I'm fine Ну Тебе Не жалко Начать Бери Хотя Что ты вообще Горишь Ты вообще Камеру Не проходишь Ну Атам Он не очень Хорошо играет Скажем прямо Мне кажется Атам Далеко Не Очень Не Как бы Дипро Игрок Фейк 2 И что И что Затрос Это значит Что он Хорошо В К3 Играет Нет Ну При этом Вы не подумайте Когда я Говорю Что Атам Там Не очень Там Может Хорошо Играет Я Не имею Ввиду Что Я Буду Играть Лучше Если Я Буду Проходить Это Не Это Именно С Я Име Ввиду По сравнению С топовыми Игроками Только Это Только Это То есть Он играет Круто Он играет Круто И он Очень Молодец Просто Да Он уже На Мстейдже Он Молодец И он Круто Играет Но По сравнению С топовыми Игроками Он Не Дотягивает Как По Мне Круто Круто Продолжение следует... 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 Так, давайте, ладно Мне не сложно показать человеку Как это делается Так, давайте, ладно Так, давайте, ладно Да, просто практика Это не тяжело Кстати Да Нет, вот сейчас я не коснулся Да, похоже, все-таки я ошибся, да? Нет Sorry, my mistake You must touch block on top But fast double jump Да, надо коснуться все-таки Okay Я бы еще сказал, наверное, что второй прыжок нужно сделать тогда, когда ты уходишь за край блока со стороны Ну, правильно, логично, чтобы над тобой не было потолка Пророк Пророк, я боюсь, что он не знает, что такое фрейм Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...